Друзья, мы уже неоднократно с вами обсуждали тему продуктов, которые представляют собой безмолочные альтернативы молока, молочных продуктов, ну, например, на основе овса и гречки. Когда такие продукты могут использоваться в рационе? Поверьте, это не только тогда, когда есть проблемы со здоровьем. Ну, например, это способ разнообразить питание. Опять-таки, часть детей не любят овощи, а в этих продуктах достаточное количество растительных пищевых волокон. Опять-таки, некоторым детям не нравится вкус молочных продуктов. Вот вам замечательная безмолочная альтернатива. Поэтому еще раз обращаю внимание, пробуйте, разнообразьте питание. Это качественные продукты, и не надо воспринимать безмолочные альтернативы как нечто специфическое, которое можно только при болезнях. Любому здоровому ребенку это также и вкусно, и полезно.